что ребят привет приехал я с рейса такая у меня история интересная делаю я тут редуктора есть даже видеоролик как я делаю редуктора устранял вибрацию вибрация вибрацию да я устранил он какой-то мандраж на полике остался непонятно сейчас буду снимать коробку и потихонечку буду снимать ну что любят с помощью вот такого нехитрого приспособления лебедки ломника и такой-то матери коробку я отсоединил отделителя уже ее отвел чтобы она не мешалась куда мы сейчас буду откручивать делитель пока ничего не разбираю просто снимая вытащил я ребят делите смотри какая ре какая штука из-за чего была вибрация мандраж все на месте личный вал туда ушел это получается получается что открутились гайки крутилась гайка и все там заболталась будем разбирать дальше сейчас на коробке еще вскрою крышку крутился болты на коробке крышку вскрою там тоже первичный вал чуть-чуть болтаться и тоже гайка слабо будем делать ну что ребят все я разобрал все продефектовал смотрите под замену маленький первичный вал но шлицы внутри уже подбиты до половины подбиты его под замену подшипник на нем хороший синхрон 5 передачи он видно тоже это получается 5 передача это вот вот эти вот шлицы вот эти вот шлицы и вот там шлицы в первичном вале под замену их синхрон тоже под замену так вторичный вал смотрите какая тут история также набила шлицы вот это это 5 передача этого шлицы под 5 передачей под синхроном тоже их набила тоже его менять думал может быть и все она соответственно первичный вал на делителе под замену под замену потому что смотрите чё с ним сделалось мало того что он открутился как на нем еще вот здесь вот выработка здесь выработка большая и резьба уже резьба сломана почему-то выколота и вот здесь как сказать накатала подшипниками покатился блин все вы ничего проворачиваю вниз не вал промежуточный а тут смотрите какая картина все шестерни нормальные тогда почему-то шевелится не знаю почему разберу увижу и зуб сломан вот так вот если кто хочет себе купить в хозяйство камаз вот что вас ожидает отдумайтесь не покупайте камаз всем привет на дворе новый день уже начался так что я сегодня сделал ребят у брата была коробка разобрана я с ней вытащил вот этот промежуточный вал не знаю вам наверное по называться промежуточный весь он хороший и вытащил у него из коробки снял так вот мой вал он же стернял зуб сломан и у него же из коробки достал вторичный вал здесь выработка небольшая есть фокус есть небольшая выработка ну не такая как на моем на моем в два раза больше выработка может даже в три так первичный вал у меня шлицы закончились почти сейчас сгоняю в ешкарлу напишу список что мне нужно это мне нужен синхронизатор 5 4 передачи первичный вал вот этот вот в коробку малый на 150 вторую коробку уже мой подшипник где-то у меня так вот делитель то разобраны где у меня с него запчасти то вот они смотрите ребят вот этого шестерня тоже ушаталась набила этим подшипником на галке резьбу резьбы вообще нет ее всю закатала масло сгонная резьба не проворачивалась она была туго это как бы хорошо ну и подшипник целый овал этот менять на вот тоже него и шлицы уже ушатанные и здесь не сильно набила так-то она била выработка чувствуется ну ладно этот вал под замену вот сейчас наверное сейчас наверное я еще вскрою сцепление и вскрою взгляну шлицевое ступицы вот и все и помчимся в ешкарлу за запчастями ну что ребят загонял я в ешкарлу за запчастями купил и привез посмотрите в этой коробочке запчастей на 16000 это у нас подшипники на первичный вал на отделитель туда же сальнички с корпусом не стал брать потому что у меня корпус хороший это с подшипники тоже четыре штучки вал первичный новый дорогие вот эти вот две штучки это почти 5000 стоит шестерня это на сто пятьдесят вторую коробку на делитель на первичный вал шестерня и вот это вот штукень синхронизатор 4 5 передачи тоже около 5000 стоит ну соответственно вот эти вот подшипники на подшипник на нижний на промежуточный вал в коробку а этот подшипник у нас идет вот сюда вот ставить вот все я отобрал в магазине в ешкарле магазин называется автосила дали мне все оригинальное это отвала это синхронизатора коробочка и вот такая коробочка от шестерни там ребята как бы молодцы он еще комплект прокладок купил ребята молодцы работают очень хорошо как бы езжу я всегда туда мне очень там нравится брать взял два диска сцепления тоже взял оригинальное диски сцепления по моему тысячи по три каждый что-то по 2 900 что ли вот так взял оригинальное так ну что сейчас начну собирать при сбор сбор сборку ребят снимать не буду потому что сами видите очень много всего сейчас главное не ошибиться какой вал с какой коробки вот это мне вот это вот это все не надо собирать а вот эти вот вещи надо будет вымыть и все собрать соберу потом покажу так ребят решил включиться думаю показать смотрите на первичном на вторичном валу на вторичном валу есть вот такие вот отверстия если кто-то будет когда-то собирать вдруг увидит это видео ну скажем так первый раз человек будет собирать наткнется на моем виде смотрите самое главное надо совместить вот эти вот отверстия вот в отверстия совместились после лица если вы этого не сделаете вот этот подшипник подшипник мазаться не будет если он не будет мазаться 5 секи он выйдет из строя промежуточный вал я уже собрал все заколотил подшипник оба сейчас собираю вторичный вал ставлю на место собирают первичного собираю делитель все это скомплектовываю и ставлю на место и снова всем привет ребят все я починил камазика своего коробку поставил делитель поставил конечно не без проблем но сделал вот ставил я один поэтому ничего не снимал ничего не фотографировал просто поставил и все раз 100 наверно прыгнул от лебедки в яму но так вроде все нормально кардан все на месте все четко поставил еще новенькие гофрочки такие вот такая вот красотища появилась у меня были они у меня лежали на раз полгодика все ждал момента вот сегодня момент такой настал ну все ребят сейчас выезжаем проверяем все и и все ну что прокатился ребят сейчас выехал на трассу хочу сказать ничего у меня не изменилось почему-то может быть это как-то так работают где-то что-то в другом месте выберу вибрация не знаю но еще и появилась одна хренатень стала вылетать вторая передача так вот я отремонтировал коробку крутецко не знаю завтра сгоняю в рейс может быть притрется может быть не притрется скорее всего нет наверно лишь бы наружу наружу чего-нибудь не вылезла не знаю не знаю че искать че искать где искать даже не представляю ладно увидимся в следующем ролике или в завтрашнем дне решил снова ребят включиться такая вот у меня картина времени 10 часов сегодня я уже сгоня поставил коробку поставил делитель съездил прокатился еще засветло мандраж как бы остался вот по новой снимаю вторую на поремонтировать 2 вылета ну и посмотрю еще сцепление заодно сцепление маховик ну что ребят танцы с бубном у меня продолжаются блин вчера до 11 часов снимал коробку коробку снял с делителем снял сцепление блин там все нормально я не знаю чё за херень и херни сегодня с утра ну не дают же мне покоя что-то ведь надо искать это ведь не так же просто до открутился там первичный вал там мандраж идет ну ладно не суть куда я залез ребят смотрим залез я в поддон блин и там то все хорошо полукольца ну из-за чего в принципе полез полез из-за того что какой-то по и мне показалось что большой осевое большое осевое хождение коленвала померил щупом 0 3 это как бы великовато мне сказали вкладыши вот есть борозды вот этого самое среднее 3 по моему что ли до 3 есть борозды и тоже борозды борозды вот на 1 вернее на 5 бороз нет ну как бы блин так вкладыши то еще бы ходить и ходить я их менял год назад и внизу да там как бы все нормально но все хорошо все шейки все коленовал пошел я ребят скажем так методом исключения он смотрите какая у меня тут-то картина вот все запчасти в куче лежат извиняюсь ребят за шум здесь пила рама у меня пилит у брата вот что хочу сказать пошел методом исключения потому что ну не вижу я больше никаких причин не то что скажем на сказать не так вот я сейчас исключу вот этот момент с коленвала и у меня душа будет на спокое сейчас что я делаю я сейчас беру полукольца вынимаю еще одно верхнее там на месте стоит лежит стоит беру полукольца еду до ребят беру микрометр еду и шкару покупаю полукольца уже исходя из расчетов с микрометром из замер исходя из замеров какие там они будут ремонтные не ремонтные не знаю оглядел вроде все здесь маховик все на месте ничего не болтается не знаю вот если это не поможет сейчас ну только остается у меня топливный насос потому что все поршневые осмотрел там все хорошо блин я не знаю будем ремонтироваться будем доводить все таки до ума чтобы чтобы ездить и так скажем кайфовать все полетим в ешку скоро ну что ребят съездил я в ешкарлу опять купил такие вот полукольца но не фокусируются полукольца купил r1 как раз посчитал сюда у меня подойдет нормально вкладыши купил вот такие вот димитровый краски завод вкладышей красивые блестящие совсем как настоящий размер r2 постели вам помыл все четко и помыл одной рукой работать плохо ну да вот вкладыши вот такие вот хорошие нормальные должны быть вкладыши так насчет затяжки затягивать буду вот таким динаметрическим ключом как постели так и боковые болты снимать это все не буду потому что мне это неудобно мне не не поснимать потом покажу уже конечный результат ну что погнали ну что ребят собрал я сквал можно сказать двигатель ничего вскрывал поддон снимал вкладыши коренные вот так повернемся все я сделал все поставил коренные постели затянул 30 килограмм боковые болты затянул 16 килограмм с таким вот усилием поставил нового вкладыш и поставил два ремонтных полукольца r1 все четыре не подошли ну не стали не вошли так что вот поставил я на упор поставил ремонтные кольца новые полукольца а на другую сторону поставил свои которые стояли и все подошло тютелька в тютельку и их как бы нормально стало всего выхождения не больше нет и новые вкладыши соответственно все давайте потом включимся привет ребят снова новый день у нас вскрыл я коробку ничего там были ну все там хорошо как собрал думаю блин может быть что-нибудь неправильно сделал посмотрел ну все работают то хорошо замечательно как 3 атаки 2 2 включается нормально выключаться нормально не знай сейчас чуть сделаю сейчас поставлю свою шестерню 2 передачи поставлю синхронизатор свой ну помните да как бы вот он у меня лежат я уже проверил посмотрел так что этот синхронизатор что этот одинаковая никакой разницы ну ладно посмотрю может быть поменяю да не может быть и точно поменяю разобрал я верхний вал ребят первичный вытащил промежуточный достал шестерню синхронов вот я поставил с той коробки с с рабочей она слабенько а вот что стояла на моей коробке до ремонта вот ничко ну как бы вообще вот намного лучше это вторая передача и синхрон 2 3 посмотрел она довольно неплохая скажем даже хорошая шестерня ничего и не сделалось стояла она у меня в моей же коробке стояла сейчас ее же и поставлю поставлю свою шестерню свой синхрон я так думаю скорее всего скорее всего будет немножечко первое время подбывать вторая передача потому что вал нижний у нас с бушной коробки я взял полностью он весь волнует стой коробки но здесь ничего не болтается ничего все шестерни целая все зубья целая вот верхний вал тоже с той же коробки был полностью весь вторичный вал вот этот вот но сейчас придется заменить вот эту одну шестерню одну шестерню синхрон поставлю со своей я думаю будет немножечко подбывать но вторая передача лучше пусть подбывает чем вылетает давайте буду собирать увидимся всем привет ребят ну что все я собрал делитель поставил коробку поставил прокатился все меня устраивает как бы все зашибись на этом этот ролик будем заканчивать по ремонту завтра сниму еще топливный насос и свожу топливный насос в ремонт у меня неделя сейчас получилось свободно без работы так что время есть у меня в нем плунжера подсевшие при запуске надо сначала педальку газовую нажать а потом уже запускаться ну и как бы сниму насос свожу в ремонт время есть отремонтирую завтра буду снимать покажу но это уже был следующем ролике давайте пока ребят